Друзья, всем привет! Мы снова в Нижнем Новгороде. Возникла потребность заново снять ассортимент штор. Снимали мы его чуть меньше года назад, весной прошлого года, 2019, сейчас январь 2020, вышло очень много нового, но мы будем снимать все занавески. По какой причине? Хотим сравнить, изменилось ли качество за тот год, упало, улучшилось, дать вам такой еще и сравнительный анализ. Ну и чтобы вам не бегать из обзора в обзор, посмотрите эту штору здесь, эту здесь, а эту там. Ты здороваться будешь? Здрасте. Здрасте. Ну хорошо. Так, вот как они висят, снимаем здесь все. Если каких-то не будет, то есть там на выставке, еще доснимем, режем. Первая самая бюджетная шторка. Лиль. Размер 2,80 на 3. Это размер одного полотна. В комплекте два полотна. Вот такая вот очень тонкая сетка. Не перестаю ее хвалить. Использовать можно куда угодно. Лайфхаки. Я, например, делаю творог через нее. Сыворотка отлично стекает, все хорошо стирается, не забивается, как в марле. Делают мастикитную сеточку на окна и балдахины. Давай крупу покажем. Балдахины и на коляску сетку, чтобы дитю не покусали. 279 рублей набор из двух штук. Смотрится, друзья мои, красиво, когда ее много. То есть чем больше ее на окне, тем это нежнее. Если вот совсем вот так вот резенько, то ее особо не видно. И видно зацепки, прочие дребеденьки. Поэтому имейте в виду, если хотите шторы, лиль, вешайте, вешайте сразу две пачки. Радфибла. Размер 3 на 165. 3 длина, 165 высота. Шторка укороченная. Кухонный вариант. Либо на такие вот окна, где нужно оставить подоконник открытым. Такой вот рисунок. Это все полиэстерные шторки. Здесь вот такие вот цветочки. Раз рисунок цветочек. Два. То есть фактически вот их как веточки такие идут. Альвина Спец. Вот такая вот шторка. Стиль Прованс. Цепляются они друг за другом. Кстати, что мне нравится, вот таких полиэстерных икеевских штор в виде сеточек всевозможных. Вы их просто постирали и прямо из машинки достали, повесили. Они высыхают и даже гладить не надо. Здесь окан вот такой крайне ровный. Такой кружавчик. И вот рисунок. Такие вот цветочки имитации роз. Лепесточек. Вот такая веточка. Ингвильд. Размер тоже 145 на 3. Так же, как у Альвина Спец. Так, Дима, этикетку забыла показать тебе. Тоже боковой край, как у Альвины. Ну, это прямо вот висят, по-моему, с прошлого года они еще. Ничего особо не изменилось, потому что залапанные, зацапанные. Такой вот край. Стоят уже они 799 рублей. Рисунок. Такие вот, как... Горь, я забыла, как называются цветочки. Летом растут такие зонтики пушистые с цветочком. Укру. Ну, может быть, только не укроп, что-то другое. Есть похожий цветочек. Матильда. Тоже тонкие гардины, хлопковые. Можете использовать как тюль, а можете использовать уже как основную занавеску, в зависимости от того, как хотите облагоручить окно. И заодно как раз можете посмотреть на просвет. Ну, да, вот. Поэтому так и делаю, чтобы можно было увидеть. Рисунок. Здесь такие вот петельки по швуиду. С обратной стороны то же самое. Так, это все шторы на карниз, вот по принципу лиль. Когда будут люверсы или, например, дополнены шторные ленты, я скажу, если увижу. Лилиана. Честно, все вот эти сеточки примерно одинакового качества. Выбираете вы только по рисунку, сходя из этого цена. Точно такой же волнистый край, как у Альвина Спец. Такой вот рисунок. Здесь уже помелче. Просто такие вот червячки с листочками. Рисунок. Ханна лил. Нет. Хильдра. Триста девяносто девять рублей. Белые будут еще розовые. Они по цене следующие после лили, получается. Разница у них 120 рублей. Такие вот точечки. Нини трот. 599 рублей. Это все 145 на 3. Здесь фишка вот в таких большущих кругах. Я думаю, видно, да, Дима? И давай поближе покажем. Круг грань, грань. Да, вот. Вот это рисунок круга. А это сама шторка остаточки. Но здесь в основном круги занимают основное место на занавеске. Гертруд 1599. Варианты коричнево-красные, серо-синий, темно-синий. Еще дойдем до них. 145 на 3. Вот эти уже в комплекте со шторной лентой идут. А, кстати, вот которые показывали мы Матильда. Блин, неудобно. В общем, у них вот такие вот... Мужикам, конечно, это ни о чем. Девчонки поймут. Вот такие вот хвостики нашиты. То есть, одевайте карниз в хвостике, как петельки. Так, гертруд. Как будто бантик капроновый. Полоска. Дима сегодня молчит, потому что по штормам, наверное, сказали, что особо нечего, да? Занавеска, да и в Африке занавеска. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас покупок финансовый кармин Икея, то возможно... Следующий ревломер. Пока их нет в наличии в магазине, но они не выходят из ассортимента, поэтому появятся. 849 рублей. Они только в белом цвете. Они тоже уже оснащены шторной лентой. Обычная окантовка, все обшито со всех сторон. Кто помнит, старая занавеска была Терреси, только более глянцевая. Это такой благородный матовый, без блесков. Она очень востребована, клиенты по ней прям страдают. Она очень нежно смотрится на окне. Я никак сетку не ловлю. Да ее здесь нет, здесь мелкая пель... Это уже пельтение, Дим. Как капроновые колготки, да? Ну, не совсем. Она похожа на капроновые бантики. Так, вот сейчас они по фэмили. Энглали. Дим. Длина 2,70. То есть не трехметровая, а 2,70. Имейте это в виду. Тщательно смотрите размеры, когда покупаете занавеску. Может получиться так, что та, которая понравилась вам, окажется меньшим размером. Такие вот красивые цветы. По качеству сама, как ревломер, только с рисунком. Сейчас будем ловить рисунок. Ну, это то же самое, как при предыдущем. Да, как ревломер, только с рисунком. Ну, нежно очень смотрится. Как? Зафиксирую руку. Сольфрит. 145 на 2,70. Белая спираль. 1200. Карлоте. Аж 1800. Тоже они все уже идут на шторных лентах. Такие вот горошки. Получается темно-зеленый, просто зеленый, оранжевый. А вот это что? Что-то зацепка. Неудачно кто-то потянул. Такой вот, да, тоже имеет место быть. Смотрите. Ну, у кого домашнее животное, наверное, есть риск. А любую штору есть риск при домашних животных дел. Животин, любой текстиль может задрать. Такие вот серые пятнышки. Зелень. Она такая какая-то зеленоватая, коричневая. Оранжевая. Следующая Анна-Луиза. Хлопковые занавески имеются другие цвета. Покажем дальше. Они на шторной ленте, не на люверсах. Частичное блокирование. Через занавеску вижу светильники. Вижу все-таки очертания, ценники. Диму. Если сильно приглядеться, вижу. А, пришел Дима. Показали себя неплохо. Заказывают часто разные цвета. Следующая хилья. Здесь полиэстер. Переработанный. Сейчас, видите, сколько. Для нас отходы это ресурс. 1300. Цвета тоже разные есть. Тоже на шторной ленте. Я думаю, вы уже поняли. Занавески, которые за 1000 перешагивают, у них у всех есть шторная лента. Их берут для драпировки, для декорирования с другими занавесками. Спарворд. Тонкие шторы. Совсем тонкие. Тебаст. Есть другие цвета. Наконец-то появились тебаст белые. Показали себя тоже хорошо в эксплуатации. Вообще нет, в принципе, претензий к икеевским шторам. Мне нравятся все. Здесь прям вот уже полный, можно сказать, блэкаут. Потому что я не вижу, кроме точек от светильников, ничего. Сейчас Дим подойдет, пальцем ткнет глаз. Дима! Кстати, это обратная сторона, лицевая вот. Здесь такая вот елочка. Поймал? Белый, наверное, тяжелее всего цвет пока передать, да? Нормально. О, моя любимая. Твоя любимая. Леон Гэп. Льняные портянки. Ну, давайте этикетку покажем людям. За что морлевку продают, да? Ну, это льняная морлевка. Это нюанс льняной ткани. Плюс, конечно, просто бешено мнутся. Новые занавески Амельде с прихватом, девочки. Этикетку, пожалуйста. Пожалуйста. Две триста, кстати, адекватно. Носы вижу. Нос торчит. Миретте. Миретте белые. Многие у нас страдают, что Миретте бежевые вышли из ассортимента. Пока информации, увы, нет. Это уже прям, можно сказать, что это блэкаут. Потому что не вижу вообще ничего. Вот совсем ничего не вижу. Даже силуэтов. А? Силуэтов? Не силуэтов, не светильников. Вообще ничего не вижу. Только занавеску. Тоже, что тебе вот лицо-то, знаете, отличается? А у них у всех одинаковые? Да, подрубленные. Давай вот так покажем. А там есть разница? А? Разница есть. Ну вот я тебе показала, вот. Лицо-изнанка. Ленда. Сто лет продающийся занавески. Хлопковые. Ну, имитация льна. Ки-то-ч-ка. Я же все время бегу, опаздываю. Здесь такая вот тонкая полосочка. Здесь частичное затемнение. Вижу очертания светильников. Короче, вижу только вот где свет, как точки. И все. У тебя нос торчит. Ну, классно, что хоть нос торчит. Полосочку поймал? Вот. Таким образом, хотя бы можно понять, насколько блокируют. Да, просто интересно смотрится. Да? Как будто подглядывает кто-то, да, из-под занавески. Айна. Тоже лен. Айна, кстати, можно купить тканью. И сшить все, что вам хочется. Но по деньгам клиентка считала, что она сама шьет, шторы выходят так же. А если вы сами не шьете, то вам будет еще дороже. Что-то совсем мятые. Мятые, не такие. Человеческие области. Но их никто не отглаживает. Вот они висят и висят. Просто я бы не принял бы такие шторы в квартире. Такие вот мятые. А что, красивые, смотри. Вот в зале. Дрогую я за 4 тысячи шторы купила. Для бездельников. А, ханлил бежевый. Мы вам показывали белую. Это бежевая. Очертания светильников более яркие. Ну и так вот издалека, издалека вижу. Ну хотя вот ценник различает 279 рублей за лиль. Какая-то власть из-за навести. Верк Рокус 2 800. Тоже полный блэкаут. Они уже полиэстерные. Кому, например, хлопковые, не хочется, не хочется заморачиваться с отглажкой. Пожалуйста. Вот такая красота вам. С прихватами. Не хочешь такие домой? Интересно. И вместо вивана. Они меня бесят так. Так бесят. Так, друзья, это лицевая. На ней у нас не будут сочетаться стюль, на стюль-полоску. Она как-то интересная, вот от света отражает. Сейчас камера не захватывает. Атласность такая у рисунка, серебристость. Да? Обратная сторона. Медали. Поэтому, если вам важно, как выглядят окна с обратной стороны, допустим, вы живете на первом этаже, либо частный дом, то имейте это в виду, что с обратной стороны будет просто белое полотно, даже немножко в бежевинку. Идем по новинкам. Кларостина. 2000. Хлопок 80% и вискоза. Такое вот полотно в горох. Проверяем. Вижу, все. Димка идет, еще идет, еще идет. Горошинки. Вот такие средней плотности шторы. Вот, девчонки, долгожданная новинка на кухню. Кто хотел короткие занавески в скандинавском стиле, лаконичные, занедорого. Пожалуйста, хильдомая. Есть еще бежевые такие. Классно. Только хильдомая бежевая нам не попалась. Возможно, не пришла еще в нижний. Значит, размер у них 145 на 180. Это как раз кухонная, либо о чем я говорила в самом начале, когда нужно не закрывать подоконник. Вот они. Ну, прям ничего лишнего нету занавесок. Это спокойный все рассмотрим. Спокойный, да. То есть для кухни. Вот сегодня у нас клиент... А, и до этого клиентка заказывала, уже повесила. У нее такая белая кухня. Она разбавила, очень довольна. Дима говорит, пока Таня трындит, да? Да. На шторной ленте. Ну-ка. Ну, частичное затемнение, очертание предметов. Диму вижу. Эдель спинаре, белый в полоску. Мы уже про них рассказывали, дружно поржали, вспоминали матрасную ткань в СССР. Муж, давай такие шторки купим. Не нравится? Жаль. Видно все тонкие. Пойдем? Шторы покупать. У нас уже все есть. У нас еще нет шкафа. Потом. Дети имеют свойство расти. Количество шмоток у них увеличивается. Надо просто старые выкидывать. Надо. Надо просто новый шкаф купить. А ты Плюшкин. Так, пиалота. 3500. Полный блэкаут, эксплуатируется хорошо. Затяжек, катушек, ничего не образуется. Как вот год их продают, клиенты заказывают. Часто клиенты довольные. С чем только их не комбинировали. Но мне они нравятся. Они такие, благородные такие. И вроде бы рисуют. Девать исти уже можно, наверное, к пенсионеру. Ассортимента нет? Нет. А, Готэм. Нет, это еще не пенсионер. Полный блэкаут. Не видно ничего. Обратная сторона. Обратная сторона, пожалуйста. Вот такая красивая. Сиро-бе... Серая. И цветочек, пожалуйста. А, цветочек. А я не показала, да? Ну, куда-то бежите все. У меня ассоциация, что мы куда-то опаздываем. Вилборг. Вот это точно пенсионеры. 3999, затемняющие гардины, полный блэкаут. Они все в полоску. На фотографиях на сайте плохо эту полосастость видно. Давайте покажем. Обратная сторона. Так, а вот полосочка. Бертины. Сейчас, кстати, по фэмлю можно тысячу сэкономить. Льняные за 2 тысячи, в принципе, для льна. Но если стилистика комнаты позволяет, ну, уж лучше, чем там Орлевка, да, за 3 тысячи. Однозначно. Под спокойную какую-то комнату. Ну, и, соответственно, видно все. И даже больше. Край. Почему-то висят штор в обратную сторону. Но это же как в мешковину идет. Это ли он? Он более толстый, чем те. Да, здесь еще дополнительные нити в плетении, поэтому и поплотнее. Так. Тиабаст бежевый. Ну, ни новинка, ни дыры. Снимите этикетку, не обманывайте. Вот они. Здесь, видите, уже в бежевой елочке вкрапление белой ниточки. Более контрастные. Поэтому смотрятся, да, они неоднородно, но более легко на стенах. С бежевым интерьером шикарно. Недавно клиентка брала в студию. У нее огромадный, тлен Климова. У нее огромадные, по-моему, около пяти метров потолки. И вот, то есть у нее штора свисает как раз до конца. Там, где подоконник высокий начинается. Стильно получилось. Как-нибудь фотографии в сторисах выложу. Лен, да, светло-бежевый. А вы подписаны на Татьяну Инстаграм? Напишите в комментариях. Сказал Дима в кратчевом голосах. После твоего голоса все побегут подписываться. Инстаграмчик у меня зеленый еще. Ну, все, зеленый. А, кстати, у Ленды вот... Дим, вот как тебе залезть, показать? Наверх. А? Наверх. Прыгай. Давай, увеличу. Попробуешь? Видишь, у Ленды какие хвостики? Угу. И еще одни занавески мы пропустили, что они на люверсах. Айна на люверсах. Айна на люверсах. Так, Лен, думаю, показали со всех сторон? Нет. Полоска вот эта присутствует во всех оттенках. Независимо от того, какого цвета занавеска, полоска есть везде. Айна в бежевом цвете. Этикеточка. Я фиксик. Тебе звонит клиентка и говорит, Татьяна, привези мне фиксиков. Фикс бы на двойке, наклейки на мебель. Кому чем я? Фиксики. Но когда в семье есть дети, маленькие, то ассоциации все вот такие. Все предметы уменьшительно ласкать. Да, 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 фиксиков привези. Копаюсь. Парактолог, ну, давно, наконец-то, кстати, уже висит. Парактолог. Парактолог, да. Есть еще сиреневые, распродавали их несколько раз уже. Тоненькие, полиэстерные, из переработанного материала. Зайдите, пожалуйста, за штуру. Переход видишь какой? Ровненько. Красивые полоски? Да. Все. О, винтер-жасмин появились, наконец-то. Давай покажем. Белый, бежевый. Есть такая же постель. Кому хочется сделать прямо комнату одинаковую. Но вот как ее показать? Это обратная сторона? Ну, давай обратку и перевернем ее потом. Это так будет смотреться с улицы. Да, вот это будет, кстати, улица. А это? Давай перейду ее в другую сторону. Давай. И рисунок. Наверное, давай с той стороны теперь снимать. Потому что они все наизнанку висят. Лю-ли-лю-ли-лю-ли. И гульдзиния. Тоже давнишний занавес. Чуть хорошо себе показали. Полиэстер. И немножечко льна добавлено. Но при этом не рвутся. Да, вот нет вот этой вот прорехи, как у обычных льняных. Так, на шторной ленте. Эти все на шторной ленте. Прихватываем. Это обратная сторона. Эль-то лицевая карта. Шторы висят все по разной стороне. Так он серую дает. Нет, вообще-то он, смотри, такой это, ну... Серую... Цвет у меня немножко вот холодный. Подбирает? Чуть-чуть. Уходи наоборот. Блин. Короче, знаю... Занавески все висят по-разному. Майгул. Светло-серый. На самом деле он такой серо-бежевый. Смотря, наверное... Вот если к белому его поближе, он будет в беж. Если к серому похолоднее, он будет в серость уходить. Майгул. Полный блэкаут. Не видно ничего. Две с половиной, полиэстер. Единственное, что со временем мы уже показывали это. Вот такие вот карточки появляются. Имейте это в виду. Гланс-нева. Это подкладка для штор. Когда у вас тонкие занавески, а вы хотите из них сделать плотные, но нравятся вам ваши. Вот так вот делаете. Как это вот? Вот так вот делаете, и у вас блэкаут получается. Стоит 1800. С одной стороны матовые, серые. А с другой стороны блестящие. На атлас очень похож. Блэкаут полный. Не вижу ничего. Такой алюминий. Да. Ой, смотрите, лиза брит, бежевые, по хорошей скидке. Кто хотел их давно купить, не пропустите. Это адекватная, да, скидка? А, да, это сквозная фэмили. Точно, эти. А то ходят и расследят. Зуб обломает. Прятаюсь. Вижу только вдалеке точки светильников. Обратная сторона. Как позитив и негатив. Как скажешь. Чтоб понятнее было. Ну, давай так. Марин. 4,300. Тоже полный блэкаут. Фишка штор сразу давай покажу. В нижней части. Поэтому, если вы вдруг решили их снизу сильно обрезать, будет не очень эстетично. А вверх? Вверх можно. Но опять же симметрию нужно соблюсти. Часто обрезают, например, сверху 15 см, снизу 15 см. Давай на границу. Потому что ткань разная. Тяжелая, плотная шторма. Обратная сторона. Похоже. Вилборг. Серый. Ну, это тебе же как бежевый. Что, будем расстелать? А что нет? Свету надо показать. Мы еще даже половину не сняли. Кто досмотрит, тот герой. А я обещал, что обзор будет большой. Обратная сторона. Обратная сторона. Анна и Лоиза светло-серая. Характеристики уже не говорю, смотрели белых. Рисунок. Обратная? Да. Не, ну, они одинаковые. Одинаковые, да. Хан налил серое. Потихотчика, пожалуйста. Ой, серое прям нежненькое. Новые занавески. Хан налена. Хан Алена. Да, похоже. Хан Алена. Дом у нас Хан Алена живет. Целый хан. Из кого хоть хан это пошили? Полиэстер. На штормной ленте. Они какие-то такие ключеватые. Хотя, помните, все страдали, что нет штор под рогожку каких-нибудь, да? Похожих вот к Рихтену, к Страдмону. Я думаю, я бы далеко не хотел сказать. Исключительно. Под него, да? Да, да, да. А в Уценке стоит Страдмон серое кресло за 8 тысяч. И табурет к нему за 3. Можешь посмотрим. Пойду же забрай. А, вряд ли. Бросаем обзор, бежим. Ничего личного, да? Майгул. Серебро. Эти шторы более востребованы. Но Майгул в основном беру либо светло-серый, либо вот эти. Майгулы не забываем. Весь Майгул со временем скатывается. Будет вот такая неэстетика. Ленда. Серая. Ленда у нас с прихватами и на хвостиках. Здесь, видишь, больше белого вкраплений. И в темно-синих так же. Чем темнее будет, наверное, тем больше. Майгул темно-серый. Ну, вообще, у нас писано просто серый. Так он уже более темно-серый. Вот на всех, да? Вот этот катушек. Наконец-то появились опять серые санеллы. Нет, сори, здесь еще не до этого. Айна серая. Небюджетненько. И для льняных штор не бывает дешевых, поверь. Просто такая небюджетная в выработке. Как объяснить мужу, почему две тряпочки стоят 4 тысячи, да? Да, не понятия. Почему две мятых тряпочки стоят? Санеллы. Наши любимые занавески. Стирать их нельзя. Только химчистка. Иначе они будут лысые. У нас коричневые. Сколько младше дочери? Да, коричневые. Шоколадный. Это такой темный шоколад. Сколько младше дочери, столько занавесков. Полнейший блэкаут. Окна выходят на солнечную сторону. И летом в 4 утра уже светит солнце в правый глаз. С учетом того, что Дима часто монтирует до утра, оптимально, чтобы выспаться. То есть закрываем мы прям вот кромешные теми. Да. Соклашусь. Ну, конечно, пойдем. Это для ночной, кто ведет ночной образ жизни. Для ночных бабочек. Для сов. Это ярко сказано. Для сов. Для сов. Ну, они собирают очень катаршки. Пыль собирают. Ну, они вот влажной рукой просто. Ты проходишь. Ну, мы, в общем, чистку сдавали один раз. Наверное, пора уже опять. Анна Кайса. Тоже полный блэкаут. Есть еще коричнево-красный. Они были в распродаже в зимний. Сто процентный плеистер. Полный блэкаут. Они, кстати, вот тоже подходят, когда более грубая поверхность нужна. Одинаковые? М? Стороны. Ну, давайте тогда покажем. Вот так вот. Тургерд. Синий-зеленый. Полный блэкаут. Это все пока, друзья мои, идет на шторной ленте. Кроме хелеборга. Вот эти вот шторы хелеборг, они на люверсах. А санелла, кстати, Дим, встала не на люверсах. Наш санелла на люверсах. Да. Наш санелла на люверсах. Ну, это плохо. Наоборот, проще. Можно и на крючки, и на все подряд. Это упрощение. Люверс удобно. А если у тебя потолочно устроенный карниз, натяжной потолок, как обычно устраивают, да, у него карниз, ты не оденешь на люверс, тебе придется отрезать. Потому что там только на крючке. Докопалась. Я могу. Давай, раскрою. Рисунок мы показали близко уже? Нет. Такие, как эти... Раньше были ткани гобеленовые, да? Вилборг. Вилборг. Зеленый. Колгожитель в ассортименте Икея. Пенсионер. Переходи на ту сторону. Какой я сначала изнанку? Чтобы уберите. Полный блэкаут. Прятаться не буду. Вот. Это изнанка. Тоже красивая, да? При желании можно поменять, да? Угу. Неэстетично будет. А почему у них есть подобные шторы? В сером оттенке, например, было. Смотри. Во-первых, шторы стоят 4 тысячи. И вешать их обратной стороной. Если хотите такого плана, как внутренне, спрощу Майгу за эти 2,500. Не переплачивай полторы тысячи. Меня, пожалуйста, строго не судите. Я дилетант об этом. Поэтому... Я мальчик. Что он думает, то и говорит. Я в этом... Что я вижу, о чем пою, да? В этом я точно не вижу. А, Хелес Кока. Пойдем на эту сторону. Нет, давай сначала тикетку. Честно, я не люблю снимать шторы. Это так долго. Так, тут требует усердия. Усердия, да, да, да. Мне с усердием туго. Это обратная сторона. Перейдите, Дмитрий Юрьевич, на лицо. На светлую сторону. Покажите. Я исчискать дальше. Покажите. Постелька такая есть. Ну да. Что, глаз худуном ходит? Это от вас все. От кого от нас? От родственников. От каких? Ближайших. Конкретней. Бег пион. Есть еще белый-красный. Матрас. 145 на 3. Это обратная сторона. Сейчас Дима перейдет. А мы этикетку показывали? Да. Вот оно. Только подробнее. Угу. Угу. Это было. Угу. Угу. Продолжение следует...